Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты девятого в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филипп, с вами доброе утро, друзья. Да, доброе утро. И у нас сегодня очень серьезный повод есть поговорить. В преддверии Всероссийского дня донора, который будет отмечаться 20 апреля, мы хотим поднять как раз-таки тему донорства. И на этот раз не только крови, а донорство плазмы. Что это такое, чем отличается, как берут, в чем разница и так далее. Будем обсуждать со специалистом. Да, с нами сейчас на связи главный врач станции переливания крови ФМБ России в Екатеринбурге Марина Смирнова. Марина Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Да, ну, во-первых, я не знаю, как отмечается День донора? Поздравляют с этим праздником, не поздравляют? Готовят ли кровавую мэри? Спасибо, Александр. Мы обязательно поздравляем наших доноров. Мы готовимся к этому дню. У нас проходят различные мероприятия. И в сам День донора, конечно, мы будем рады высказать им нашу благодарность и вручить небольшие призы на станции. Но это все, как бы мы понимаем, все делается не ради призов, подарков и так далее. То есть донор, это можно назвать это образом жизни? Однозначно. Донора мы должны обследовать спустя 4 месяца, убедиться, что кровь у него в порядке, и только после этого плазма пойдет в лечебную сеть. Мало того, у нас бывают очень срочные запросы на кровь. И мы тогда звоним нашим замечательным донорам или размещаем объявления в социальных сетях. Разные бывают ситуации. И тогда донор должен понимать, что его здоровый образ жизни, его правильное питание, правильный настрой и знания условий, на которых берется донорская кровь, будут способствовать тому, что вот в этот момент, в это время он сможет оказать помощь неотложную. Мало того, донор сдает как бы из своего здоровья, а это ресурс, ресурс для его добрых дел. Поэтому очень важно, очень важно для донора понимать, чем он занимается, какой образ жизни ведет, что он ест, с кем он дружит. Когда он может прийти на станцию, а когда не может прийти, допустим, после ОРЗ отвод будет 30 дней. Или наоборот, после перелома костей он будет дольше. Поэтому он должен быть коммуникабелен, он всегда должен как бы обращаться к нам, если его что-то смущает. И всегда знать, что мы всегда подскажем, как, что и где и зачем. Но понимать, что ресурс твой – это твои добрые дела обязательно. Поэтому донорство – это образ жизни. Слушайте, а скажите, а есть такие люди, которые прямо настолько это дело любят, что их буквально не отогнать от приемного пункта? Да, их, наверное, процентов 80 от всех наших доноров. У нас, да, у нас… Потому что бывают ситуации, когда мы… Ну, лечебные учреждения, они диктуют нам, какая кровь сегодня нужна. И если, допустим, сегодня второй группы нужно меньше, ну, донор увидится, он увидится, вот каждый пришел, я приехал, я очень хочу. А вы говорите, не надо сегодня, завтра. А я хочу сегодня. И вот мы очень долго уговариваем, рассказываем, объясняем всю логистику крови, которая существует от станции переливания крови до лечебного учреждения. Ну, успокаивается, а кто-то уходит обиженный. Как вам кажется, что все-таки что мотивирует людей становиться донорами и продолжать быть донорами, стать донорами, самое главное? Меня как-то раз звали, нужно было помочь, нужна была, я не знаю, какие-то компоненты крови для переливания при сложных родах, ну, как одной из знакомых, да? Вот, ну, это была такая разовая акция, то есть вот мы сходили друзьями, кого-то взяли, меня не взяли, в общем, вот как-то так было. Все-таки что людей мотивирует именно в этом оставаться, что ли? Ну, конечно, изначально идет порыв на доброе дело. Кто-то приходит, как вы, пошли за компанию, но желание сделать доброе дело. Кто-то как начал ходить с друзьями, так и ходит с друзьями, то есть это становится уже интересом. Мало того, мы на станции стараемся создать коллектив доноров. То есть мы ходим с ними в походы. Нам министерство культуры предоставляет билеты, допустим, в наши музеи. Бесплатно, в понедельник доноров запускают в зоопарках прогуляться, посмотреть. Мы проводим викторины. То есть донор на данный момент – это человек мотивированный, социально ответственный и очень всем интересующийся. А активные люди, спортсмены, приходят с семьями. Вот в год семьи я просто хотела этот момент отметить, да, этот год объявлен годом в семье. Я всегда уже очень много лет приветствую, когда приходят с маленькими детьми на станцию. То есть детей всегда, конечно, есть чем занять. Но ребенок должен видеть, мы их запускаем в зал, они видят все. Я вижу, что это не больно, это не страшно, это полезно. И какой мама и папа у них герой. А сейчас вот у нас уже есть даже донорская семья. Там сдают три поколения. Ух ты. На всю семью около 200 донаций крови. Представьте себе. То есть это целый поход. Они собираются, садятся в машину, выбирают и приезжают к нам. Какие молодцы. А мне папа вот рассказывал, не знаю, это правда или нет, так было, что раньше давали когор для тех, кто сдавал кровь. А сейчас что-нибудь дают? Сейчас мы даем для укрепления сил чай с сахаром и вкусное печенье. Замечательно. Вот нам пишут, на секунду там еще и деньги платят. Помимо того, что дают деньги на обеды, за каждую третью сдачу крови вроде бы 2000 рублей от губернатора. Это так? Да, большая благодарность. Благодарность правительству, губернатору Свердловской области. Потому что редко какой регион так поддерживает своих доноров. То есть после третьей донации сейчас даже сумму подняли. Выплачиваются 3000 рублей. На что ее донор потратит, он решит уже сам. Поэтому как бы либо витамины, либо питание. Но это для того, чтобы донор возвращался на станцию, чтобы не бросал нас и был ответственным. У меня такой вопрос, знаете, периодически в каких-нибудь фильмах, где кто-то попадает, ну, например, в аварию или, не знаю, сложное заболевание, мы видим, может быть, это такой художественный прием или что-то в этом роде, да? Когда там обсуждают со специалистами, у него там редкая группа крови. Нужен донор на редкую группу крови. Есть такое, что действительно каких-то групп крови не хватает? И есть некие, может быть, ну, несложности, но доноры больше ценятся от тех или иных групп. Ну, что хочу сказать. Я считаю, вот как профессионал в этой сфере уже очень много лет, я больше 25 лет в службе крови. Я считаю, что дефицитная кровь та, запасы которой начали снижаться на сегодняшний день. Вот если сегодня у нас, ну, грубо говоря, забрали 15 доз, второй отрицательный, а как бы запас ее должен быть 30, и ты понимаешь, что запас пошел вниз, вот тогда, вот тогда эта группа становится проблемной. То есть нам нужно пригласить доноров и пополнить наш запас. А в остальных случаях, в остальных случаях, крови ее достаточно. Она всегда есть. Просто она должна пополняться. Всех групп, всех групп есть. Ну, для интереса могу сказать, что так сложился этнос на Урале, что у нас распределение по группам крови очень своеобразное. У нас 35% – это первая группа крови. 32% – это вторая группа крови. В пределах 24 с небольшими колебаниями третья группа крови, и всего 10% – четвертая группа крови. Но, как вы понимаете, если у нас четвертая как бы в меньшем количестве, то и таких людей меньше. И требуется ее меньше, конечно. Да, и какой процент попадет из них в больницу на плановую или экстренную операцию. Поэтому только, да, группа, запас которой снижается, на данный момент дефицитная. А в чем отличается донорство крови от донорства плазмы? Вот у нас это прописки городские в том, что тема очень важная. Какая-то другая кровь, какие-то другие условия приема? Ну, кровь у нас состоит с вами из, ну, грубо говоря, из двух частей. Это клетки крови, тромбоциты, эритроциты. И то, в чем они плавают – это плазма, это жидкая часть крови. Сейчас, на данный момент, как бы правительство в прошлом году, была принята концепция по развитию и увеличению заготовки плазмы. Для чего это сделано? Из плазмы готовятся очень необходимые для тяжелых заболеваний вещества, лекарственные препараты. Они называются альбумины и иммуноглобулины. Одни поддерживают общий состав крови – это альбумин, это питание, а иммуноглобулины – это иммунитет. Вот. Допустим, мы все проявляемся от клещевого энцефалита. Ну, такой регион у нас с вами, да? И у нас у всех в крови есть антитела. Ну, у большинства населения к клещам. Поэтому заболевание не к клещам, а к клещевому энцефалиту, к возводителю. И таким образом страна должна обеспечивать себя сама. Это импортозамещение. Но для того, чтобы обеспечить себя, нужно нарастить объемы. Заводы, которые перерабатывают плазму, готовят из нее вот эти специальные препараты. Объемы наращивают, уже почти нарастили. Остался вопрос за службой крови. Поэтому мы привлекаем доноров плазмы. Но плазма для ее заготовки полноценной, мы применяем аппаратную технологию. То есть в вену донора вкалывается система, которая подключена к аппарату. И аппарат сам забирает в него плазму. Поэтому, еще раз повторюсь, это не больно, это не страшно и это полезно. Мало того, донор плазмы может сдавать в зависимости от ресурса своего здоровья до двух раз в месяц. А цельную кровь можно сдавать один раз в два месяца. Марина Ивановна, давайте сделаем небольшую паузу. Прервемся для блока рекламы. Через минутку буквально продолжим. Не переключайтесь. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.17 в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. И с нами на связи Марина Ивановна Смирнова. Главный врач станции перерывания крови ФМБ России в Екатеринбурге. Говорим о предстоящем Всероссийском дне донора, который будет у нас отмечаться 20 апреля. Ну и вот тему донорства мы снова поднимаем. В том числе и донорство плазмы. Марина Ивановна, хочется спросить, а вот в чем-то требования различаются к донорам крови и к донорам плазмы? Никаких абсолютно разницы, никакой нет. Главное подготовиться к донации правильно. То есть правильно питаться, исключить жирно, исключить алкоголь, исключить прием лекарственных препаратов за двое суток. Завтрак накануне сдачи постный. Он не жирный, не сладкий, но полноценный. Донор должен кушать. И после этого, после донации, рекомендации абсолютно одинаковые всем. То есть это большее количество белка по сравнению с остальными днями. И жидкость до полутора литров, до двух. Но чай и кофе туда не входят. То есть вода? Да, полноценное питание. Что для организма человека хорошего дает донорство? То есть, я не знаю, это постоянное обновление крови, например. Как бывает с формулировкой? Хорошая компания. Да. Ну, я бы сказала, что донор, ну, как бонусы, да, он получает, во-первых, тренировку организма к остановке крови. Угу. Так. Потому что регулярная сдача, она очень хорошо тренирует систему сверкновения. Коагуляцию тренируем. Ага. Так. Да. Второе, то, что вы сказали, это действительно правильно. Это обновление клеток крови, оно происходит регулярно. То есть, эти доноры, они себя лучше чувствуют, они выглядят лучше, женщины выглядят моложе. Ну, и, конечно, самый большой бонус, наверное, это ощущение того, что ты сделал доброе дело. Их нужно видеть, когда они выходят после донации, после того, как они сдали кровь. Особенно, если это компания. Ух, это приятно посмотреть. Ну, лица меняются у людей, и это здорово. Хорошо. Хорошо. Собственно говоря, кто может быть донором, и кто не может быть донором? Какие есть жёсткие ограничения? Да, какие есть ограничения? Кого не примут? Ну, начнём с того, что донору должно быть 18 лет. Так. Весит он должен от 50 килограмм. Ещё раз повторюсь, донор из чего-то должен сдавать кровь. Понятно. Вот. Или плату, неважно. Всё остальное – это состояние здоровья. Значит, есть временные противопоказания и есть постоянные противопоказания. Временные – ну, это ОРЗ, вот то, о чём я говорила, берелом, рождение ребёнка. То есть надо будет прийти чуть позже, когда организм восстановится. Другое дело – постоянные противопоказания – это тяжёлые хронические заболевания с частыми обострениями. Либо же это наличие, так скажем, вредных привычек. Однозначно донор – человек здоровый. Он, конечно, может заболеть ОРЗ, мы это понимаем прекрасно. Может потянуть себе мышцу на тренировке. Такое тоже случается. Это всё можно переждать. А вот то, что как бы не даёт воспользоваться резервом заболевания, которое само просит этот резерв на себя, тогда нет, тогда мы отказываем донором. То есть человеку стать донором мы отказываем. Смотрите, всё-таки если говорить вот так вот, вы говорите, что там компонентов крови, в общем-то, хватает, и самой крови хватает, но мы же с вами говорим, одна из целей нашего с вами сегодняшнего диалога заключается в том, чтобы, наверное, привлечь к донорству ещё новых людей. Для чего это необходимо? Как бы вы это сформулировали? Ну, там, не знаю, люди естественным образом ставятся, кто-то перестаёт быть донором. Какая необходимость, потребность в донорах есть регулярная? В новый донор? Я бы вот так сказала, что вы, в общем-то, уже подготовлены. Дело в том, что существует донорский коллектив. Он совершенно разный. Он разный по возрасту, он разный по состоянию здоровья, он разный по гендерному принципу, то есть мужчины и женщины. И тут движение в этом поле происходит постоянное. Студенты на лето выезжают домой на каникулы, да? То есть они выпадают из нашего поля зрения. Могут ли они сдать кровь там, где у них живут мама с папой? Мы не знаем. То есть они у нас пропали как доноры. Женщина ушла в декрет. Два года мы её не видели. Кто-то пошёл в армию, кто-то сменил место работы и переехал. А кто-то действительно решил, что всё, донорская карьера закончилась. Всё, ребята, большое вам спасибо. Мы говорим донору большое спасибо, и он от нас уходит. То есть пополнение всегда должно быть. Я вообще считаю, что каждый раз в жизни должен стать донором. Для того, чтобы понять, как это делается, и с чего это делается, и для чего это делается. То есть попробовать себя вот в этой роли, в роли, так скажем, доброго человека. А вот когда мы можем... То есть если он однажды попал в наше поле, мы о нём уже знаем. У нас есть его координаты. И в нужный момент мы всегда можем его позвать. Поэтому я за то, чтобы поле обновлялось. Донор может ходить сдавать раз в год. Он может ходить сдавать через три месяца. Самое главное, чтобы он не пропадал. Чтобы мы могли оценить его состояние здоровья. Поэтому прилив новых сил, он всегда приветствуется. И чем больше у нас доноров резерва, тем спокойнее служба крови работает. Я сейчас, наверное, глупый вопрос задам. А вот в крови мужчин и в крови женщин ведь разные гормоны содержатся. А вот если мужчине перелют женскую... Что будет тогда? То есть это как-то влияет или вообще пол того, кто кровь сдаёт, на то, кому кровь эту зальют? Нет, ничего не влияет совершенно. Влияет только состояние эритроцитов, состояние плазмы. Потому что я вот этот пример тоже очень люблю его подводить. Погибала бабушка, женщина возрастная. И наша медсестра сдала для неё кровь. А я на тот момент, поскольку была врачом-лаборантом, я видела в микроскоп состояние крови больной. И через три дня я увидела состояние крови. Так вот эритроциты нашей надежды спасли. Вот просто спасли. Как поменялся состав, как поменялась кровь. И как она вытянула её. И это было просто здорово и замечательно. Это было видно как бы и глядя на больную, и глядя в микроскоп. Это здорово. А вот скажите, вот хочется поучаствовать, но есть вот такая история. Я вот как-то раз пошёл сдавать. Мне говорят, слушайте, ну у вас жильбера, вам сдавать бесполезно. Что-то на плазму может сдать? Или же как бы всё? Нет, жильбера нежелательно. Ваш сушб будет вам нужен. Но мы всегда, я считаю всегда, что можно ведь помогать не только сдавая кровь. Нам очень нужны волонтёры. Это наши амбассадоры добра. Вот то, что вы сейчас делаете уже как бы на радиостанции, это вообще здорово. Спасибо. То есть помогать службе крови, помогать в донорстве можно совершенно по-разному. И я признательна всем, кто как бы приглашает нас, позволяет нам рассказывать, поддерживает нас. И даже если вы поддержите какую-то нашу акцию, вы медийные люди, и у вас больше ресурс, так скажем, рассказать о добрых делах. И это же здорово. Поэтому мы всегда рады волонтёрам. Нет, я считаю, что если даже не можешь сдавать кровь, приди просто помоги нам. Хорошо. Вот, собственно говоря, давайте к сдаче крови и к тому, чем ещё можно помочь. Где, как можно сдать, как это вообще поэтапно всё проходит. Вот, допустим, я решил стать донором, не знаю, один раз или это будет несколько раз. Но, тем не менее, куда мне идти, куда мне обращаться? Какие документы иметь с собой? Ну, для начала я рекомендую всё-таки, есть два варианта. У нас это люди разные, да, кто-то сначала готовится, интересуется информацией, а кто-то приезжает просто на станцию. Вариант самый простой, да. Мы принимаем доноров в рабочие дни доноров крови с понедельника по пятницу с 8 до 12. А вот доноров плазмы мы принимаем 7 дней в неделю с 8 утра до 6 вечера. Поэтому просто нужно взять паспорт и приехать на станцию. С вами побеседует врач. Но желательно, конечно, если вы в первый раз, то это сделать в первую половину дня, чтобы вы попали в руки того врача, который занимается компонентами крови, а не только плазмы. Чтобы вас посмотрели, побеседовали с вами, вы сдали необходимые анализы. В этот же день, если со здоровьем всё в порядке, вы попадаете на донацию крови. То есть всё происходит достаточно быстро. Это несложно, это не трудно. Сдача крови происходит всего за 14 минут. То есть зашли в гардероб, зашли в регистратуру, вас зарегистрировали, вы заполнили анкету и карту. После этого вы проходите к врачу. Врач с вами беседует, выясняет. У нас называется анамнез, да, история болезни. То есть есть показания, нет противопоказаний. После этого вы проходите в лабораторию, колют пальчик, не больно. Говорю, не больно. Проверяют гемоглобин, определяют группу крови. И после этого, если с результатами всё в порядке, вы проходите в донорский зон. А, нет, пардон, пьёте чай печеньем. Делают ли экспресс-тест на ВИЧ на другие заболевания, либо это уже потом, когда кровь взята? Каждая доза крови проверяется потом. То есть это должно происходить без спешки. И на очень... Всё-таки экспресс-тесты, экспресс-тесты, они так и называются экспресс. А нам необходимо вдумчиво и внимательно рассмотреть вашу кровь. Поэтому лаборатория будет работать вторую половину дня после сдачи вашей крови. Мы внимательно всё рассмотрим, всё посмотрим, и уже вынесем свой вердикт. Ну и потом давайте не будем забывать, что кровь, насколько я понимаю, попадает в карантин на 4 месяца. Всё правильно? Плазма попадает на карантин. Плазма, да. Эритроциты нет. И не забываем о том, что кровь... Почему я говорю о том, что мы приглашаем доноров, доноры приходят сами по графику к своему, для пополнения запаса. Эритроциты живут недолго. Они живут 45 суток. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. С нами на связи Марина Ивановна Смирнова, главный врач станции переливания крови ФМБА России в Викторинбурге. Напомню, что день, всероссийский день донора будет отмечаться 20 апреля, но для тех, кто серийный донор, каждый день вообще-то вне зависимости от праздника или нет. С праздником вас, дорогие доноры. Да, с праздником. И оставайтесь с нами. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.